Но как правило, все-таки это топ-клубы, которые в текущем сезоне ведут борьбу за чемпионство. Ну или как минимум располагаются в самом-самом верху своих турнирных таблиц. А вот в Лиге Европы совершенно нормально, когда 14-я команда своего чемпионата играет с 15-й командой своего чемпионата. Именно такое вот противостояние будет наблюдать с вами сегодня. Ливерпуль на 14-м месте у себя в Англии, у Динеза на 15-м месте у себя в Англии. Вообще просто команда-близнецы. Минус три разницы мячей у тех и у других. У Динеза разве что на одно очко взял больше, чем Ливерпуль в чемпионате Италии. Но от этого команде, к виду, Ленин не легче. Все равно она выступает пока что явно ниже своих возможностей. Ну, соответственно, наверное, Лига Европы в том числе возможность как-то психологически приободрить. Себя и в оборону. И пока предпочитают присматриваться к тому, как будет действовать Ливерпуль. А Саиди вводит штрафную площадь. Все пытаются пробить, накрывают его и пробить толком еще одному молодому футболисту в составе. В домашнем матче ворота Дженуэль. Удар по воротам. Удар и все-таки среди телезрителей больше, чем попадает в бразильского защитника у Динеза Данилу. И смотрит исключительный чемпионат Англии. Удар по воротам. И здорово играет сербский вратарь. У Динеза Буркич. Очень неплохого голкипера взяли итальянцев. Антонио Динатали. Подача. Выходит Рейна. Не добирается до мяча. Свои же ему помешали. Удар. Молодчик. Это Динатали. Здорово разобрался форвард. Который... Первая команда в Италии, которая начала играть в эту схему. Рейна выручает свою команду. Сто процентный момент у итальянцев, чтобы открыть счет. Вот Бинатия как раз как режиссер здорово угадал. Показал нам крупный план. Ну что, преимущество перешло к Удинезе пока что. Опасный момент. Еще один ворот Ливерпуля. Молодые ливерпульцы с этой атакой справляются. Но вот свою начать не... Матч даже с преимуществом где-то Удинезе проходил. Это удар сильно мимо ворот. Скорее даже не удар, а прострел Борини. Но на дальнюю штангу никто из товарищей по команде не прибежал. Ливерпуль, в свою очередь, совсем недавно играл в Италии. Так что и без всякого лимита вот такому количеству аборигенов находится место в составе команды. Хороший пошел. И 1-0. Хорошая комбинация. И Шелли открывает счет. Классный гол. И достойная комбинация команды Роджерса. Учитывая, что забит мяч ворота итальянского клуба. Который, как я уже сказал, два матча подряд сыграл на ноль. Здорово Шелли развернул направо. Кросс оттуда. Даже выходил в совсем еще юном возрасте на замену. Все данные о травмированных игроках с точными сроками восстановления, с характером травмы и так далее. Ни в России, ни в Италии такого, к сожалению, нет. А иногда это бывает удобно, чтобы, конечно, занять такое сдержание мяча. Когда команда играет без ворот на ограниченном участке поля. Ну, вот Ливерпуль вспомнил о том, что все-таки в футбол надо мяч в ворота забить, а под него открывается. Повезло даунингу. Полез в центр, заработал штраф. Но надо отсюда бить. 1-0. Ливерпуль выигрывает у Удинезе. Ну, счет скользкий, такой же, как и газон. Но пока беспокоиться Ливерпуле не о чем. Гол Шелли выиграл. Ходил до ума довести Удинезе не смог. На воротах Ливерпуля. Карагер, 23-й Джонсон, 2-й Куатес, 16-й Робинсон, 49-й Даунин, 19-й Аллен. И вот, пожалуйста, 1-1. Это Антонио Ди Натали. Не успел я состав назвать, как Антонио Ди Натали забивает свой очередной гол в карьере. Вот про этого я вам точно не зря рассказывал. Ну, вот итальянцы напомнили о том, что это все-таки команда, которая в самом верху турнирной таблицы завершала позапрошлый сезон. Заняв третье место. И прошлый сезон тоже довольно при рериде Натали пробил. Мяч нам в гуманилет. Даунинг. Даунинг неплохо. Борини наконец вступил в игру и сделал хороший пас в сторону даунинга. Почти удалось 200 делать до удара поворот. Скорость даунинг. Пинцы. Регби. В Англии можно так играть. Пинцеван дико доволен, что он так сыграл. Полное счастье. Нет, красную карточку за это не дадут. Пинцеван очень. Шелви не дали пробить. Ох, как пробил-то сейчас Суарес. Вот это мастер. Чуть ли не Шелви выбил мяч от Суареса. Вильянс вышел на поле. А моменты 2-1. Итальянцы выходят вперед. Отличная концовка у нас будет. 70-я минута. 1-2. Вот так почти ничего не создавая. Ну, минимум моментов. И при полном преимуществе по владению мячом у хозяев поля. У Динезе выходит вперед. Вот проигрывает борьбу Дамитц, причем второй раз. Дамитц, помните, в первом тайме пробил, а сейчас Куата сыграл как мальчик. Ааа, Динатали обрабатывает мяч. Пробует, 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 пробует. Разворил, удерживает. Под удар сбросил. Пасквали бьет. 3-1. Класс. В исполнении Пасквали и высочайший класс в исполнении Антонио Динатали. Какую паузу сейчас выдержал Динатали. Как долго удерживал у себя мяч. Дождался, пока подбежит Пасквали. Как удобно Динатали не стал через... Сказатель полезности. Парадокс. Да и только. Сказывают. И Суарес бьет. Браво! 3-2! Это Суар! Как перебросил мяч через стенку Суарес, а? Значит, надо так уметь играть в футбол. Класс. Канаты сейчас на другие. Вот опасно. Удар с близкого расстояния. Выносить мяч надо, выносит его Фараони. Продолжает давить Ливерпуль. Паск штрафной площади. Борини, Борини. Борини продолжается Джонсон. Подбегает Джерро. Бьет. Попадает в пенальти. Нет, пенальти за это не дадут. За такое попадание мяча в руку. Божьи с дикой силой летел мяч. Джонсон. Суарес здорово! Здорово! Суарес ходит штрафной площадь. Удар ближний. Моркевич реагировал. Хорош Суарес. Вот сравните с... Справились на втором этаже итальянцы. Хороший пас Джонсон. Еще пас забивать. Стерлингу не повезло. Сейчас был голевой момент. Суарес. Стенка Джеррид. Суарес. 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 Как же он все делает правильный. Как его бояться соперника. Стерлинга держит за руку. Стерлинг просочился в штрафную площадь. Пас Джонсон. Суарес. Стерлинг удар. Мимо. Четыре минуты насчитал Суарес. Суарес. Шеллинг. Шеллинг нашел. Хороший адрес. Даунинг. А удар плохой. Прямо в баркичке. Полторы минуты. Поворотти. Победа. Да. Удинэ задерживает неожиданную победу на Энфилде. Все смотрят на Гвидалина и не верят. И он своим не верит. Но надо поверить и посмотреть на табло. Каков бы ни был Ливерпуль. Хоть он 15 место занимает. Хоть 25. Ливерпуль это Ливерпуль. А Энфилд это Энфилд. И здесь одерживает.